Здравствуйте! Ученые говорят, что... Ни один раз не произошло, ты любишь я. Конечно! Что такое душа? Не поверишь. Всеобщее информационное поле. Ну поймите! Как примкнуть? Какое сегодня число там? Четвертого. Точно? Привет! Четвертое. Четвертое марта 2015 года. Очередное заседание школы здравого смысла. Юрий Степанович Рыбников уже здесь. В общественной палате города Москвы. Будем надеяться, что благодаря общественной палате Юрий Степанович сможет продвинуть информацию в широкие народные массы. Я думаю, что благодаря Юрию Степановичу общественная палата может шагнуть туда, в Елене лежит широком. Спасибо. Широком. Да. Раз, два, шеста. В Елене. Вы подготовили материал, который просили Юрию Степановичу? Нет, я всегда готов, что надо сказать, но то, что меня просили, не могу дать пока. Не доработано. Но это я суррогаты не выдаю. Как прошло мероприятие для детей? Великолепно. Я не ожидал такого. Вся библиотека была битком забита. Народ ликовал. Видео есть? Но не знаю, по какой причине... Не знаю, по какой причине, это я сейчас хочу выяснить, но мне сказали, что Министерство образования, все библиотеки и все эти общественные мероприятия в связи со школьными комиссиями, каникулами, все отменяет в доме детских мероприятий. И поэтому на следующий вторник должна быть лекция, уже не будет. Почему? Так сказал... Сказали весь март только для детей. Так сказал главный гороскоп, яйцо глубей. Так вы считаете для детей как раз? Еще раз объясняю, они так не считали. А, что ваши лекции не для детей? Ну, они так не посчитали, почему. Там дети были, мало, правда, еще пока, но были. Но у них указания, хотя лекция начинается в 6 часов, тем не менее, отменить. Но я считаю, что это надо перепроверить, чтобы убедиться, что именно это причина. Вот и все. Понятно, ладно, хорошо, спасибо. Так, сегодня очередное заседание Школы здравого смысла. Идемте, что вы опасаетесь? Вот наша бескаравайная, как всегда, здесь. Мы как продвигаем неополитику. Космофлот небесный. Видал космофлот небесный? Что, денчик такой какой-то? Рабочие моменты. Через три минуты уж начало. Через три минуты уж начало. Очень рад. Я узнал. Новые адепты. Чей телефон? Чей телефон? Это был хотя бы. Дим. Тройте пилот. Подготовим форму побольше, чтобы вместилось все. Дим. 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 Флешки нет, нету флешки, конечно. Запасная флешка нужна? 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 Продолжение следует... 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 Возродить величие нации и отомстить всем тем странам и народам, которые унизили Китай в столетие позора. Эти позоры началось от опевных войн. Там и царей православных ответились в Зуторосии. Не только англичане и японцы. Там и наследники царей православных попадают под отмщение. Так чем же, собственно говоря, украинский кризис выгоден у Китая? А тем, что американцы в 2013 году, заявив о перебалансировке своих политических усилий на Тихоокеанскую зону, вынуждены из-за украинского кризиса. Оставаться, решать вопросы атлантического единства. Вынуждены оставаться в Афганистане, в Ираке. То есть фактически, американцы вместо того, что хотели перенести центр своей политико-экономической активности в Тихоокеанскую зону, остаются растасканными на три фронта. На Атлантический, Южный и Тихоокеанской. НАТО в целом завязло на Украине и не сможет осуществить маневр в Центральной и Восточной Азии. Поэтому давление на китайскую экспансию, китайская экспансия идет на товарных и денежных продаж, ослабло. И будет слабый, что позволяет китайцам еще 5-7, а то и 10 лет оставаться в позиции разводящих. То есть судьи нам схватят, что их вполне устраивает. А если задаться вопросом, ну кому выгодно то, что происходит на Украине, а выгодно это китайцам и не тем деньгам, которые пришли в Китай. Вот вам и ответ, или признак, или некоторая информация к размышлению. А кто вообще это все спланировал, затеял и осуществляет? Что касается России, то по китайской оценке, Украина для России это стратегический тупик. Потому что ей придется или под санкциями и всеми прочими, значит, гадостями сдаться западу, или идти на погонки, да? В связи с тем, что русская не сдается, и, значит, вот это противостояние России-США приобрело уже безвозвратное, точку невозврата пройдено. Значит, тут уже от стратегической терпимости перешли вновь к стратегическому противоборству. Значит, ответ понятен. Придется идти на погон в Китай. Что, собственно говоря, нехотя через нехотя, и происходит. Даже такие незамеченные в любви к Китаю деятели, как Шумалов, Дворкович, вот, они стали рассказывать о том, что, значит, вот, китайцы, давайте-давайте, приходите, у вас запустим, значит, в какие-то проекты, хотите даже и с контрольным пакетом, вот. Слова начали, дел-то еще, конечно, не будет, но слова тоже, ну, бывает, и слова. Вот, хорошо это или плохо? Но, со стратегической высоты и в масштабы глобализации ситуация может быть отыграна без потери лица. Потому как потеря лица в отношении с китайцем это совсем все. Задавит без шансов. Но вся китайская политика со времен древней китайской стратегии Суньзо, это шестой век до нашей эры, это бесконечный путь хитрости. Бесконечный путь хитрости. И все наши аналитики замечательные, которые, значит, там что-то записывают, это вот, понимаешь, это дружба наверх, там все прочие там какие-то слова. Они там ослушают эти слова. Вот. Но если они не отдают себе отчет, что это бесконечный путь хитрости, значит, они уже проиграли стратегически. Наши отношения за 14-й год приобрели такие цветистые формулировки, дополняющие формулу, значит, стратегическое сотрудничество и взаимодействие следующими, значит, дополнительными определениями. всестороннее, равноправное, взаимовыгодное, прагматичное партнерство и образцовое еще какое-то взаимодействие. Главное тут слово, которое появилось, которое наши, значит, патриоты из газеты Завтра, там почитайте, там есть какие-то, значит, статьи про Китай, там что-то пишут, пишут, что-то, ну, никак не увидят, понимаешь, это бесконечный путь хитрости. Вот это слово прагматичное появилось в 12-м году. В 13-м году оно окрепло, а в 14-м стало совершенно открыто. И эта прагматичность говорит только о том, что ничего, кроме материальных интересов Китай с Россией демократического выбора не связано. Ничего, кроме выгоды, материальной выгоды, тот Китай, который, значит, сейчас занялся претворением жизни китайскими, мечты, великое возрождение китайской нации отмечения, он никак не связан ничем. А вот интересно, что с Казахстаном, например, отношения, а у китайской, значит, китайские церемонии это все сплошные символы и такие скрытые смыслы. Так там отношения называются стратегическим партнерством искренним, а стратегическим отношением искренних и надежных партнеров. Вот Казахстан это искренний и надежный партнер. А значит либеральная Россия демократического выбора это прагматичное отношение. прикрытые и все красиво можно стандовать. Значит, а что вообще можно противопоставить, какая контр-игра возможна против бесконечного пути хитрости? Это обезоруживающая искренность. Но с китайцами она может быть только с позиции сил. если позиция силы отсутствует, то это простодушие. А простота хуже воровства. А будет сразу. Поэтому что делает наше по крайним отечество в лице руководителей? Врятят ядерный мороз. Вот брятят мечом по щиту. Вот у нас значит куда-то что-то выезжает, что-то поднимает, опускает, куда-то там запускает. Хотелось бы напомнить всем тем, которые думают, что китайцев пройдешь ракетой Тополь-М. В 69 году Советский Союз обладал многократным превосходством ракетного ядерного над Китаем. Однако китайцы не убоялись перейти к вооруженному конфликту на Тайне Востоке. Это остров Даманский на реке Гусу. А в конце концов были развернуты дивизии Матстерлевские против Китайской дивизии пехотной. И на Средней Азии Джунгарские ворота Зумашкой. Там еще хуже. Не убоялись и сейчас не убоятся. Поэтому вопрос стоит в том, есть у вас мягкая сила какая-нибудь с тем, чтобы что-то показать вместе с горькой правдой. Потому что искренность это горькая правда. Или нет. Это мягкая сила. Нам тут рассказывают всякие ости, что мягкой силы нет, вся сила жесткая, а что такое сила? Сила это то, что может искорежить форму, а не придать ускорить или затормозить. по физике. Мягкая сила это то, что корежит форму сознания. Лица понимают что это решение. Если такая мягкая сила, она есть. Она в силу есть. И эта сила называется веждызм. Эта сила называется в той части, в которой это научный коммунизм. Называется невополитик. В той части, где это называлось философией марксист- Ленинска. Она называется взято. В той части, где это была политкономия, называется благолой. И что интересно, друзья мои, что все эти вещи неополитиками сведены в систему непротиворечивой, которую я спарю, никто не берется. Потому что непротиворечивость является признаком соответствия, адекватности процесса. Поэтому что в этой собственно говоря неополитике вставляет в мягкие силы? А это то, без чего собственно говоря китайская экспансия, китайский прагматизм, китайский собственно говоря ставка на экономику, вот этот экономический пояс шелковой пути, он будет раздираться крещеным, чего национальных интересов. Вот если вы в телевизор услышали что-нибудь кроме национальных интересов, и хоть кто-нибудь стал говорить про ценности, ну кроме клуба значит национальное единство и как он правильно называть ценности национальные ценности вот про культуру кто тут флаг культуры все больше я и не знаю кто все остальные в интересах вот это англичанское у англичан нет там постоянных каких-то союзников есть постоянный интерес а в чем нет постоянных союзников потому что ценности разные а у кого ценности единые тогда можно плевать на значит интерес умирает из-за ценности а за интересы продаются так вот где эти ценности мы сказали где эти ценности эти ценности находятся в эти которые объединяют народы незападных цивилизаций мы показали что в этике можно построить семью народу потому что семья народа живет не в законе не в контракте она живет в этике и эта этика понятна это отношения старших и младших там где есть старший брак и старшая сестра средний сестры и брать младший где есть бабушки и дедушки и мы сказали что дедушка у нас Чингисхан а бабушка Екатерина вторая почему бабушка Екатерина вторая я так татарю назвали потому что она сделала ислам второй государственной религией в российском мире татаре называли племя кучевая ордынская почему наш дедушка Чингисхан да потому что российская империя она довольно долго у наследов от Орды фактически представляла из себя народ войска без всяких этих кшатр и товарищ каких-то брахманов дворянский служил казаки служили государственные крестьяне служили побы служили монахи служили глобослужили поэтому фабриите которые мы сейчас поднимаем на счет служения выше владения власть выше собственности справедливость выше закона общая выше частная духовная выше материальная поэтому если говорить о том а собственно говоря что надо делать если обстоятельства таковой что из стратегического тупика России не будет делать как идти на поклон китайцам чтобы не потерять лицо и остаться в достоинстве нужно или даже достаточно признать себя в праве первородства Чингисхана почему потому что Россия с Казахстаном были улусом Джучи а Джучи был старший сын по праву первородства вот что достаточно сделать в отношении с Китаем еще раз говорю все то что рассказывают наши замечательные библейско-средизноморские богословы политологи которые все изучили начиная от Платона и Аристотеля все они там Фукуяму какого-то зачитали с контингтоном от Дадыр это не об этом это о том о чем блок с Киевом если не встать на спецбюли нет и не будет мягкой силы в естественном виде а в ряске оружие не сыграет никакой роли поэтому возвращаясь к тактике значит убийство видного деятеля все равно приобретет резонанс спусковой крючок это спусковой крючок он сдет первый выстрел произошел первый выстрел произошел первая кровь пролилась если сейчас или не подменить игру или потому что можно я не верю это точно совершенно все люди которые там сидят вверху за кремлевской стеной у них там обращение к этой азиачине к этому понимаешь значит вот это все артынство это ужас они все в Европе они такие все понимаешь в науке все они там в ценностях каких-то общечеловечных это им невозможно чтобы они себя признали от Чингисхана нет невозможно остается что тогда надо подменять игру а могут они подменить игру они не знают как потому что они в шахрух переграют Дворкович он восьмер спор по шахрам они не умеют играть как там где играть на три и больше поэтому перспективы светлые а пути злил приходите лечиться днеополитикам и мы расскажем что дух духоподъемное перспективно на самом деле светлое но прежде передать я хотел бы скажем так прибавить немножко активизм у нас на самом деле сегодня знаковый день у нас большое событие сегодня ряд наших товарищей успели в этот день отметить положительный день во всяком случае они умудрились в этот день как-то иродиться в ближайшую дату поэтому мы хотели бы начать с приятной процедуры перенаграждения и всякого честного сейчас я говорю просто к Алексею Николаевичу потому что Алексей Николаевич будет у нас в ручках я буду значит вот объявлял параллельно параллельно с Амико Юрьевич да то есть вот ну я начну начну я с определенного указа газа школа здравосмысла грамота значит грамота призвание почетного звания великий мастер грамотовый на советнику ректора школы здравосмысла просто Владимиру Викторовичу за создание выдающееся произведение искусства наполненных великими смыслами и пронизанных великой гармонией за последовательность овязнений цивилизации на основе прочного мира во всем мире вместе с грамотой приезжается бронзовой медаль болит на конфуз прошу амико 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 награду Владимир Викторович яхт выпускать следующее на самом деле они самые последующие такие саратник ушло здравосмысла наверное он из всех присутствующих самый опыт я вижу с момента основания но мы ни разу не слышали Владимира Викторовича чтобы он ну этот человек значительнейший он грамотнейший то есть человек имеющий 4 скажем так образования в том числе полное богословское человек высокая на самом деле духовности а самого человек создавший великое произведение искусства то есть это автор золотого корана это автор серебряного корана это автор серебряных замечательных мекканских марок это все то что не мною а Петровским директорами наших выдающихся ну передовых скажем так изготовитель изготовитель не автор да и автор изготовитель не автор изготовитель изготовитель хорошо вот ну давайте мы Владимир Викторовича почерпим я бы хотел присоединиться и напомнить что это не просто день рождения а это в циклах коремен да очень знаковая цифра которая переводит Володю в разгляд разумных народов и в честь этого его участия в 200-летии не менее великого Михаила Юрьевича я хочу выключить вот эти два томика которые мы все время напоминаем знак который предлагается извини не так красиво как ты делаешь ты уже делаешь красиво это правда будет завтра но мы подумали так что сегодня все таки большой день на скорбусе вместе и ничего страшного грамота присвоение почетного звания разведчик высших смысл грамота профессора школы здравосмысля Владимир Григорьевич заводов владимир служебный здравосмысля русской православной цивилизации мультанную работу по созданию семейной гармонии цивилизации до борьбы за мир во всем мире плодотворно воспитательную просветительную методическую деятельность вместе с грамотой вручается подсчетно-грудный знак разведчик высших смыслов я прошу открытие и показать разведчик высших я покажу вам замечательный совершенно знак который был изготовлен специально по заказу для Владимира Григорьевича вот 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 такой красивый знак здесь правда носится выскочил на стороне ласки все выручать так я присоединяюсь я просто хочу сказать что меня вот имени вручает членом ордена престола сколько исполнилось столько что можем приступать у нас еще не все друзья мои сегодня день рождения день нового года я называю нового года жизни причем нового года жизни в преддверии этого мудрого возраста которое наступит завтра у Владимира Григорьевича у Владимира которая сегодня наступила у нашего ректора ректора который несет на себе на своих плечах в своем сердце в своей душе все эти смыслы и все эти здравые отношения к этому миру и мы тоже его должны все поздравить похлопать ему я тоже призываю нас кем-то вот еще наш коллега хотел присоединиться к поздравлению поздравление в первую очередь как раз касается Александра Городовича Александр Городович от Национального фонда содействия развития международных молодежных организаций членом которого ты являешься от меня лично собственно получит честь двухсотлетия Лермонтова получит аплодовича ну вот как это складывается а теперь слово предоставляется Владимир Александрович Задереев озвучит доклад Добрый вечер продолжая оценку обстановки с точки зрения стратегической разведки оценка обстановки это не признаки того что вредет вот в том информационном состоянии в котором мы находимся конечно эти признаки не имея какой-то подготовки очень тяжело вычислить выявить различить и достигнуть состояние умов такое но тем не менее если внимательно смотреть очень многие вещи они проскакивают например в прошлом сейчас на телевидении на всех каналах очень много разных шоу музыкальных шоу один в один точь-в-точь голос голос дети и вот сейчас допустили новый проект главная сцена и вот прошлую пятницу на этой главной сцене прозвучала некая песня которая вызвала у тех кто сидел в жюри недоумение я думаю мы три минуты затратим это нам эмоционально настроить и потом продолжим раскрыть расстричь 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 Несколько вам звонит колокол, Он звонит мне тебе, мой брат. Когда война на пороге, Нам не унижать, не спрятаться, Надо просто выбрать оружие, Которым сражаться. Когда война на пороге, Неважно, мой рабочий поэт, У всех сонер веса в истории, И лишь средателем места нам нет. Когда война на пороге, Нам слышен голос заветных времен, Русские своих не бросают, Это высоко. Когда война на пороге, Мы знаем, что значит война, Провождаются древние боги, И герои сдают от сна. Когда война на пороге, Нам не унижать, не спрятаться, Когда война на пороге, Мы знаем, что значит война на пороге, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Значит, ну, конечно, парень даже в четверт финал не прошел. Прошел там другой, там, как всегда, муси-пуси и все остальное. Я думаю, он свое дело сделан. Продолжая эту тему, значит, буквально в двух последних номерах Выпулька, военно-промышленный курьер, вышла статья в продолжении нашего коллеги Александра Ивановича Владимирова, который вот в этой статье, кажется, пишет. Говорим о войне, но продолжаем жить так, как будто ее нет и не будет, и которым ни штабы, ни кадры способны ее вести. При этом в массовом сознании и практике превалируют исключительно коммерческие выгоды и доходы. Ну, так сказать, это некое вступление, а сегодня-то мы как раз будем говорить о том, как, значит, выводить и кто будет. И ведь это он субъект, условно говоря, который способен вот в этой ситуации вывести. Давайте слайдер отключим. Значит, вот, если посмотреть вот как бы алгоритмы осмысления этой ситуации, то вот наши русские интеллигенции уже не первые там столетия внедрили вот эти три вопроса. Что происходит? Кто виноват? Что делать? И они над этим бьются, так сказать, и все, значит, что же происходит? Где угроза и опасность? Кто же виноват? И, так сказать, ответов огромное количество, и в этом мы, так сказать, преуспели. И если речь идет о том, что делать, значит, вот как избежать этих угроз и как сменить там одного виноватого на другого, который тоже завтра сделать виноватым. Вот, и, значит, если посмотреть, то есть это вот и есть та самая, как бы, реакция на события. Это объект. Ну, кто-то где-то происходит, кто-то проводит политику, кто-то планирует, а мы объектом, мы реагируем, мы, так сказать, и даже, значит, не говорим о чем-то, а вот некая контр-игре. Мы, условно говоря, не претендуем даже на то, чтобы, так сказать, разрабатывать свои стратегии, свои планы, свои доктрины, их реализовывать. Если посмотреть с точки зрения управления, там, или военной науки, то, в принципе, эти три вопроса, они по-другому формулируются. Оценка обстановки, да, действительно, что происходит. Второе, постановка цели и задачи. Куда мы хотим идти? Цель-то какая? Мы, это вот как раз признак субъекта, я ставлю цель. И уже в одном пути достижения. То есть это вот раз субъект, так сказать, он нас вычисляет. И если наше общественное сознание, если мы посмотрели на все эти ток-шоу и все многие-многие чего, то есть они как раз обсуждают, кто миновал, что происходит, так сказать, о целях, о задачах. Мало кто говорит, если даже аналитику различную, атипатриотическую, то она, в принципе, такого же уровня. Но мне вот в силу, может быть, личных, так сказать, отношений, еще что-то, мне всегда был третий блок интересен, пути достижения. И на протяжении последних 20 лет, такой активной общественной работой, общественной политической, такой информационно-аналитической, приходилось много дискутировать с различными идеологами. И вот идеология, надо русскую идею выдумать, и все, но все сложится. Какие там стратегии? Вот, и вот, значит, разлили, так сказать, сейчас, следующий слайд. Все, все, я тоже. То есть, если, вот, посмотрите, обобщенно. То есть, если нет собственной стратегии, ну, нет будущего. Хотим построить дом, ну, у тебя какой-то должен быть образ, какая-то, так сказать, модель, какой-то, так сказать, проект этого дома. Какой дом? Если этого образа нет, ничего-то не построим. Построишь, какой-то сарай, там, поддержить невозможно. А мы говорим о стране, тем более в этой сложнейшей обстановке. Поэтому, вот, первая задача, кроме, так сказать, анализа обстановки, здесь мы преуспели, если, там, 15 лет назад, значит, на таких семинарах обсуждали, сейчас прийти в любой магазин, в Европе, в Оголовной области, молодая квадратная, целый полки ломится от того, что происходит, да кто виноват. А вот, с точки зрения, уже этот момент, это восстановить вот эту стратегическую субъектность. И тогда уже будет будущее, которое будет. Потому что, если мы реализуем своими руками чужие планы и чужие, будущее не будет. Или это будет будущее в соответствии с кем-то. Если так посмотреть, конечно, вот развал Советского Союза, это следствие потери стратегической субъектности, которую после Ставина в Ставина, он, поспитаясь, творят, и это не так, агода, которая была в нем. Значит, вот директива Совета Безопасности от 18 августа 1948 года, это как раз ответ, будем говорить, тех, кто заправил мирового порядка, которые, увидев, что советский народ, русский народ в прямом противостоянии не победит, они запустили вот этот асимметричный ответ, мягкую силу. И по большому счету все дальнейшие директивы, они так или иначе укладываются в эту директиву. Да, конечно, идет привязка по времени, специфика определенная, а по сути все это уже там было написано в 1948 году. Очень коротко, так сказать, вот столько, что касается вот той деятельности, которой мне приходилось заниматься. Вот 27 августа 1998 года, как раз вот к 50-летию принятия этой доктрины Совета Безопасности Совета Безопасности в Политехническом музее была проведена научно-практическая конференция на тему «Пути достижения победы в информационной войне» в 1998 год. Значит, ну те, кто не помнит эту директиву, я немножко, как и нам застно читаю, что более молодые люди, значит, есть, а там четко было написано. Наши усилия, Москва приняла наши концепции, равносильные заявления, наша цель свержения советской власти. Отправляясь от этой точки зрения, можно сказать, что эти цели недостижимы, без войны, следовательно, мы тем самым признаем, наша конечная цель в отношении Советского Союза, «Война и свержение силы советской власти». Ну, 48-й год. Все четко, так сказать, написали, так сказать, планировали и реализовали. Значит, вопрос, конечно, возникает, а почему же наши планы, там, так сказать, построение коммунизма, КПСС 18 миллионов, так сказать, могучее КГБ и так далее, остались на бумаге, а их реализовали. Ну, это отдельный вопрос, я сейчас не буду останавливаться, но вот почему я упомянул эту конференцию, потому что до сих пор, вот мы проиграли холодную войну, вот что вы хотите, мы вот платим репарации, вот все остальное. Вот тогда на этой конференции, в уровне Явлоком Харского, это было проводило под эгидой, значит, комитета по бездуму, по безопасности, тогда его возглавлял Илюхин, значит, были приглашены все военные атташе стран НАТО, ну, и вообще-то очень представительная была конференция, и вот фундаментальный льгот, который там был сделан, Следующий, война против СССР в России не завершена, и говорить о нашем поражении в ней могут только предатели, либо паникеры. Да, СССР в России потерпела поражение в ряде важных сражений, но окончательный результат будет отличным от того, которое ожидали и планировали стратегии мировой глобальной мафии. Так было уже не раз в истории нашего народа, так будет и сейчас, поэтому, значит, никаких поражений, то есть, ну, с точки зрения проигрыша войны мы не признаем, да, тем не поражения, так сказать, есть, да, и Москву сдавали, да, так сказать, еще какие-то наши истории были, трагические страницы, но завершалось все, значит, вот стоит нашей победой, я думаю, что и сегодня тоже. Значит, продолжая вот, как бы, эту линию, уже, значит, в 2001 году мы подготовили небольшую такую разработку стратегии лидерства, то есть, вот, превалирующий тогда подход к угрозе безопасности, а мы, как бы, выйти из спецслужб, понятно, что вот, безопасность главная, главная угроза безопасности, вот, в 2001 году удалось, как бы, переломить, а начать думать, а вот, давайте свои стратегии писать, ну, что нам мешает, взять и написать, и вот мы взяли и написали, значит, ну, чисто в тезисах, постановочные, так сказать, и так далее, и так далее, и, значит, вот за прошедшие годы, в общем-то, то есть, все, что там было написано на таком тезисном уровне, оно, как бы, подтверждается. Потом, значит, уже через два года написали военные доктрины народного ополчения, почему-то, когда вот в ноябре, в межуттябре были события здесь на Дубровке, и было понятно, что никакие, там, сказать, наши правоохранительные органы и спецслужбы никого не защищают. Вот уже пройтили их здесь, в Москве, он уже берет заложников. Вот и тогда, как бы, попытались вот этот исторический опыт в формировании народного ополчения, когда народ сам ополчается, привязки к новым условиям, то есть, не когда-то билы, топоры, там, мы можем куда-то пойти, кого-то замочить, а совершенно новые условия. Как раз вот в этой доктрине было четко раскрыто, что война идет и информационно-психологически, и финансово-экономически, и диверсионно-террористически. Это единый комплекс. И когда вы видели какие-то спецоперации, как на Украине, они включают все составляющие. И еще это нельзя выиграть. Это сейчас, в принципе, гибридные, диффузные, то есть, это все вот идет, так сказать, уход от содержания, от сути на какие-то слова. А суть, это вот, то есть, это единый комплекс современной войны. И по большому счету, никакие вооруженные силы, может быть, уже и не потребуются в таком вот стандартном виде. Нужны уже сильно то, о чем, значит, на протяжении многих лет полковник Вачков там писал, значит, докладывал руководство войска, специального назначения. То есть, спецназ был уже развернутый в новых условиях. Вот, то есть, это вот уже 2002 год, но немножко дальше. Значит, в 2007 году, как раз было десятилетие газеты «Знания власти», мы, значит, доложили уже более-менее развернутой стратегии победы, я к этому коснусь. Значит, в 2008 году, значит, начались еженедельные семинары по вопросам методологии цивилизационного анализа и стратегического проектирования, и, значит, вместе с нашим ведущим методологом Анисимом Олегом Сергеевичем, и за это время на базе этих семинаров, на базе тех разработок, которые он делает, каждые два месяца выпускается сборник. Петодологии стратегического мышления и различные аспекты. За это время, вот последние вышли на прошлой неделе, 38 выпусков, то есть точнее зрение вот именно стратегического мышления, цивилизационного подхода, по большому счету, уже все разобрано, это наше тоже оружие, которое пока еще не востребовано, не освоено, но оно есть. Ну и завершая вот некий раздражный обзор, значит, когда все эти события на Украине случились, значит, мы тоже сели, значит, небольшой группой, и, значит, на базе военной доктрине написали военно-политическую доктрину борьбы за Новороссий. А что там делать? Водить войска, не водить войска. А как объяснить победу? Это что там делать? Победа, просто мир, как бы сегодня, и вытаскивать какие-то другие. Все это же надо изложить. Не доктринально, значит, мы действуем на уровне реакции. Они опять планируют, а мы отбиваемся. И опять, вытаскивать, находимся в обороне. А оборона, как мы говорим, уже всегда это поражение. Вот, возвращаясь как раз к событиям 2007 года, действительно, как раз газета, и там в своем накладе, значит, вот, как бы, возможные варианты нарисовал. Ну, как бы, оптимистичный, да, все хорошо, там, так сказать, баррель, там, цена на них большая. Вот, все это идет, да? На экране. Ну и все. Значит, и все вроде бы нормально. Этот вот верхний вариант. Значит, нижний вариант, да, вот, потихоньку опускают, так сказать, цены растут. Значит, кругом одни проблемы и так далее, и так далее. Что мы сейчас видим? После санкций, после всех этих кризисов. Ну и вот нижний вариант совсем катастрофичный, если эти противоречия нарастают. Каким образом, в связи с чем, то есть, может быть, действительно, обрушение России, как государства, потери управления. И когда говорят, да нет, это невозможно, это все, мы-то все постарше, мы же помним, 91-й год, 18 миллионов следов партии. Каждая ячейка до любого трудового коллектива доходила. Каждый месяц какие-то политинформации. Комитет государственной безопасности, не читатом, скажем, современной ФСБ. И ничто не могли сделать. Когда запускались механизмы разрушения, и прилавки опустили, и, так сказать, информационная, значит, вот эта промывка Москвы. А это только фиксировали. Я как-то мне принесли, то мы вспоминали. Пятый управление. Бабков. Бабков. Глава. Как разрушали Советский Союз. Интересно, Бабков, он же там как бы был руководственным. Вот собрались генералы там, значит, во время перерыва заседания Съезда Совета. Что-то не туда, процесс идет. Надо, так сказать, Горбачеву. Пошли Горбачеву. Все нормально, все под контролем. Ну и хорошо, пошли по домам. Вот это стратегическое мышление. Ура и Бабкова, который, так сказать, все знал, больше, чем любовь. И, так сказать, осмысление. То есть никто не берет за себя вот эту задачу, так сказать, планирование. И, условно говоря, из тех возможностей, которые есть, значит, все-таки в выработной стратегии. Значит, это вот возможные варианты. Но тогда же, значит, и очень коротко, значит, как бы нарисовали. А как бы нам хотелось? Как бы нам хотелось? Давайте хотя бы на рисунке возьмем и нарисуем эту кривую. Да, сегодня опускаем. Но в какой-то момент мы, значит, здоровые, патриотические государственные силы перехватывают инициативу, значит, стабилизируют ситуацию, значит, берут управление на себя и опираясь на новейшие разработки, о которых здесь тоже много говорилось, осуществляют прорыв совершенно новое, так сказать, качество, развитие России, мировая держава, лидеры пошло-пошло. Вот мы нарисовали эту кривую замечательную. Но хотим или не хотим, а первый этап какой? А первый этап где-то политический субъект, который разработает, выдвинет и осуществит. Где-то политический субъект. Как бы ни крути, значит, как бы мы ни относились, в апреле 17-го года, когда Владимир Ильич сказал, есть такая партия, у него за спиной было, ну, как минимум, там, с 1903-го года считать, когда большевист, 14 лет подпольной работы, значит, кадры ковали, школа Ладжумо, воскресные школы, огромная работа и кадровая, и, так сказать, разработки, он мог это сказать. Сейчас не найдется человек, который скажет, да, есть такая сила. Блеф можно, народные фронты есть, много чего есть, так сказать, а такой силы нет. Поэтому, значит, вот сегодня я как раз хотел остановиться на этой первой задаче, потому что, значит, вот оценка обстановки такова, если, так сказать, этого субъекта не появится, ну, можно, так сказать, и дальше писать аналитические записки, обсуждать, как нас будут, так сказать, опускать, делать, разрушать, ну, это все, так сказать, именно констатация. А если, значит, уже вот начать рассуждать, ну, тогда вы сейчас, то есть первое, какие требования к этому политическому субъекту? Ну, как минимум, он должен как раз осуществлять деятельность о стратегическом уровне, то есть я этого коснусь. То есть если ты, значит, просто от выборов до выборов собрал, деньги получил, своих там людей в Госдуму, ну, какая стратегия? И даже если ты идеологию какую-то написал, красивую книжку, мышку, это все идеологический уровень. Стратегия – это совершенно другое уровень, другое представление. Второе – адекватный угроз в организационной структуры, еще одну монолит, там, ГПСС-18 миллионов, не надо создавать, и она, как показал опыт, и не работает, и неэффективно. Чего это, опять на грамме наступает? Вот, владеть всеми методами противопорства, имеется в виду, и информационными, и, так сказать, организационными, и, так сказать, экономическими, и всеми остальными, которые есть в артенале. Всеми надо владеть. А если кто-то думает, ну, у нас там ядерное оружие, если что, мы кровь, ну, тогда чего-то. Это мы едем на машине, машина сломалась, открываем, вместо того, чтобы набор инструментов, которые можно гальки отвернуть, поберем лоб, так сказать, или там молоток с зубьевами, начинаем гальки отворять, можно отвернуть решить задачу, но, как правило, так сказать, это не решается. И вот последнее, конечно, подготовка у кавлических кадров, и, как я уже сказал, вот, если вспомнить, школа ланджуму, шла подготовка кадров, сейчас никто не занимает, в 96-м году, когда после выборов президента, и, значит, Ельцин тогда якобы победил, хотя победил Зюгана, и Зюгана взялся, формировать Народно-патриотический союз, который активно включился, и также возглавлял Московскую областную организацию, там, правление, и вот когда этот организационный период завершен был, в целом, значит, мы с чем пришли? Геннадий Андреевич, ну, давайте запустим школу, ну, из региона по одному человечку на месяц в какой-то санаторий посадим, современные, так сказать, информационные методы, управление, экономика, через месяц у этого другой приехал, там, и, видишь, там, через какое-то время у нас в регионах будут люди, современные, мыслящие, думающие, ну, то есть, вот такой инкубатор карты, не надо, ну, не надо, вот, так сказать, нам лозунги надо выйти, там, на митинг, что-то сказать, ну, не надо, если тебе камера не надо, который, тогда что, о какой власти ты вообще, так сказать, думаешь и реально представляешь? Значит, ну, очень коротко, что касается вот именно стратегического уровня, значит, вот нас постоянно опускают на личностные воли, Путин, не Путин, там, кто там еще, ну, то вот уровень, так сказать, личности, вчера одна была, завтра другая, после завтра третья, так сказать, за этим не видеть, некого, так сказать, ну, то есть, ядра организационных, ну, поигрывая, высшая идеология, стратегии выше, стратегии, вот, доктринальные документы, я говорю, закреплено, там, 21-21, они написаны с определенным языком, доктринных пишется, ну, смотри, это не политология, не идеология, никого убеждать не надо, это так, наши цели такие-то достигать будем, так-то, и там, и такие, так сказать, пошло, вот, а когда клиники, нет таких документов, ну, или как бы, есть, ну, смотри, очень мало, ну, и понятно, что и выше еще мировоззрительский уровень, естественно, так сказать, полностью царя царя данность, то, что ты, конечно, мировоззрение, конечно, этика, то есть это выше, но, так сказать, кроя, опираясь на нее, надо же разработать эти планы определенные, вот, и значит, в то время, значит, вот, каким образом собрать это субъект, значит, сверху, даже сверху, сейчас вот смотрим, казалось бы, и деньги, и ресурс, а ничего не получается, собрали народный фронт, ну, и что, еще одна массовка, ну, вот, дали деньги, вот, давайте, вот, движение антимайдана, ну, вот, провели там, опять массовка, значит, а как собирать, значит, вот этот принцип, который, как-то, из военной науки и искусства, который мы вычеркнули, организация взаимодействия разнородных сил в рамках единого замысла, то есть понимая, что все-таки эти силы разнородные, идеологические, и, так сказать, организационные, а тем не менее, как идет сборка, то есть, идет формирование общественного стратегического замысла, значит, в данном случае, если мы говорим о стране, цивилизационный проект глобального уровня, об этом тоже можно будет говорить, потом, значит, уже идет, так сказать, формирование некого информационного поля и организации взаимодействия, уже конкретные, практические направления, и потом все это уже, вот оно как идет. Но, к сожалению, значит, практика, значит, попытки реализовать этот механизм, он, значит, положительному результату не приведет. Три примера, в которых я участвовал, в 2003 году прошло, значит, после очередного большого перерыва Общероссийское офицерское собрание, был создан военно-державный союз, который возглавил герополковник Ивашов, но я его более судя показался начальником штаба, и была как раз задача военно-общественного ядрока собрания, вот, собрания, там, разные, так сказать, бумаги, все, не получается, не получается, всех растащили, так сказать, кто-то там про льготы говорит, кто-то про пенсии, однажды меня пригласили в Серпухов, значит, там офицеры запаса, в Серпуховское собрание, значит, ну, давай, расскажи, интересно это, да, вот, сижу, полтора, сейчас, полтора идут разговоры про льготы, как там нам будут пересчитывать льготы, как, чего-то, доело, ну, что я приехал, я отвелся сюда в Серпухов, вот, когда уже мне дали слово, я говорю, ну, вообще-то мы присягами бы принимали то, чтобы льготы свои выбивать, а служить родине, иеспечивать безопасность, а если мы страну не защитили, то и какие нам, так сказать, пенсии вообще, не защитили страну, так что, вот, как бы, не получилось, значит, что касается времена военно-общественной организации, вот, и вот уже последние попытки, когда в этом году, значит, реформирование народного ополчения, ну, то совсем почково закрыли, как бы, эта тема, вторая попытка, это в рамках, как раз, союза русского народа, который был, значит, под угловославной, такая, патриотическая, державная общественность, восстановил его в 2005 году, Клыков, значит, к сожалению, через год скончался, и опять я вошел, пришлось возглавить, опять я там вошел в правление, значит, главный совет, и вот, вроде бы, так сказать, патриотической, общественной, все православные, все, так сказать, все, как положено, и там никакого, так сказать, невозможно, так сказать, навести какое-то, хотя бы единомыслие, какое-то взаимодействие между собой, так сказать, эти православные, другие, и они там, и так спорят, что даже в офицерской среде не могли себе представить. Ну, и, после, еще одна попытка, значит, просто для того, чтобы проиллюстрировать, значит, когда, в 2011 году, они попытались консолидировать вот эти различные патриотические силы, вот, проект народный президент. Ну, давайте, вот, объединимся, выдвинем, пусть там несколько кандидатов, по-моему, так сказать, посмотрим уже на финальный, и вот кандидатура от президента и всем миром поддерживая. Ну, вот, объединительные, и те, в отдельных партии ничего не получится, и пошла, пошла некая подготовка, тоже, значит, не без проблем, в результате и Ивашова выдвинули, и, так сказать, Черепкова выдвинули, и Гаронова выдвинули, ну, бог с ним, так сказать, как оно получилось, в частности, попытка была сделана, но вот, значит, коалиция вокруг которого, вокруг Гавашова, которая была сформирована, в июле 12-го года собрались, круглый столб, и задали себе вопрос, а могут ли вообще патриоты быть политические силы, серьезные, вот, сибирьи ветераны патриотического, нет, ничего не получится, невозможно, значит, не объединимся, значит, пока жареный метух не, значит, клюнет, или как форс-мажорное обстоятельство не созданутся, никто ничего не объединиться, но, тем не менее, значит, вот, понимая, что надо что-то двигаться, тем не менее, вот, значит, было образовано, так называемое, постоянно действующее совещание, и два с лишним года, раз, две недели, по определенной повестке дня, там, около 20 представителей различных организаций, различных, там, может быть, и идеологических нюансов, тем не менее, вот эта работа шла, значит, подняться выше, какие-то более сложные задачи решать, кроме согласования, не удалось, но, тем не менее, вот этот опыт, то есть он тоже дал, то есть в результате вот этого практического опыта, значит, возникла задача, как вообще вот эту сборку, как осуществлять, значит, и вот эта схема, которая была нарисована, значит, а здесь что, значит, уникальная система координат, вот по оси Y, это значит, степень организованности, то есть мы не стали различать вот эти многие организации, в том числе и государственные, там, или окологосударственные, по их идеологии, правый, левый, там, и либералы, и ничего, а с точки зрения, вот первые показатели принципа и организованности, сам самовыражаешься, и больше никого ни с кем не хочешь взаимодействовать, рядом положенность, начинаешь, хотя бы, обмениваться информацией, в мягкой структурности, пытаешься какие-то коллекционные органы создавать, вот уже, так сказать, жесткая структура, уже, так сказать, некая, общая оболочка формируется, системы, ну и дальше, там, уже системы струкционного, по оси X, значит, уровень задач, которые решаешь, тактический, там, отбиться под какой-то частной задачей, хорошо, вот тактика, оперативный уровень, там, да, вот, так сказать, образование, дети, семья, отлично, оперативный уровень, выходишь уже на стратегический уровень, уже планируешь, еще хорошо, то есть, вот, так сказать, некая схема, она позволяет, значит, ну, как бы расставить всех по ранжиру, ну, и несколько примеров, я приведу, ну, например, вот, антимайдан, я вспомнил, да, так сказать, вот сейчас, новое движение, антимайдан, старик, и все, где они, ну, тактический уровень, в лучшем случае мягкая структура, под конкретную задачу, организовали, все-то, там, так сказать, место, время, порядок построения, закончилось мероприятие, это зашлось, ну, это ведь, ну, может быть, там, какие-то еще коррекционный уровень, то есть, берем на брусский марш, который много лет, и наши на некие националисты, это самое главное мероприятие, год из года, одно и то, прошли, договорились, подали заявку, прошли, разошлись, ничего не вызревает, вот уровень, то есть, чисто тактический, и, так сказать, самое минимальное, вот, это взаимодействие. Например, ну, так, если положить, например, в период расцвета, значит, народный собор, то есть, он, в принципе, выходил и на такой цивилизационный уровень, поскольку институт динамического консерватизма, вот, Абрияна, они разрабатывали в идеологии, да, как было заложено, да, российский, цивилизация, Россия должен быть проект, и все это очень красиво. И аграционно, они, даст, и они проводили и митинги, и конференции, то есть, вот у них, значит, за последние годы на его, это, так сказать, мощная организация, но потом уже не зашло. То есть, как положительный пример, где-то Михаил Юрьевич не доставать, вот, когда мы пытались создать партию за нашу Родину, изначально был посыл в партии цивилизационного типа, и там определенные документы были разрабатывались, то есть, вот, замах был именно на уровень цивилизационный, а поскольку еще как сопровождающие идеи было формирование народных собраний в разном уровне, то есть, здесь, в принципе, возникала вот эта некая системность, которая могла бы, ну, потенциала не хватило в силу разных причин, но, условно говоря, замах был туда. То есть, вот, на современном, так сказать, как раз уровне все рассыпано, все рассыпано, если говорить, как собирать, значит, какова технология, в принципе, организации взаимодействия, хотим или не хотим, то, что-то, так сказать, следующую картинку, чтобы уже к концу проходить. Хотим, значит, ну, вот тогда, почему, значит, вот буквально недавно на Фейсбуке, значит, Банарин Игорь Николаевич разместил информацию о том, что, вот, говорит, вот, там, клевещен после войны, значит, не после войны, а сразу после 22 июня товарищ Сталин там, типа, в прострации был, не знаю, чем занимался, ничего подобного. 23 июня уже было принято решение о формировании ставки верховного главнокомандования, уже была отработана система управления в чрезвычайных условиях. 24 июня было сформировано вот это вот, соуинформбюро, туда были привлечены выдающиеся кадры, которые обеспечили вот это информационное превосходство. То есть, если сегодня, значит, вот такими же мерками, то есть, по большому счету, конечно, сказать, должна формироваться в современных условиях ставки верховного главнокомандования, и здесь не обязательно фамилии, кто там, значит, президент, не президент, как орган, он формируется. Конечно, так сказать, что касается Менштаба, это вот те аналитические центры, которые сегодня уже есть, они работают, но каждый работает по отдельности, и даже, значит, как бы нет общего, некого согласования, хотя вам могут, ну, зная их, они, в общем, друг друга дополняют, и в принципе, могут работать как единое целое. Значит, второй момент, значит, вот, что касается информационных ресурсов, ну, как же, нас вот не пустят, там, на каналы, там, еще чего-то, современные информационные технологии, в том числе интернет, запросто позволяет решать минимальную задачу, хотя бы информирование, вот это активная часть, там, там, 1-2-3 процента, вот, и вот в том году, как тоже в Госдуме собрали представительника раз патриотических средств массовой информации, сидит, значит, главный редактор спецназа, значит, представитель газеты «Завтра», значит, «Негромир, КВ», «Анкьюз» и так далее, это да, нам объединить, все за, переходим на практическую, ничего не получается. Значит, вот, опять их буксуем. Значит, следующее, хотим или не хотим, конечно, должна быть политическая партия, так сказать, которая решает политические задачи, ну, и кроме участия выборов, в том, как его партия должна заниматься в Кузнецикаре, то есть, современный управленческий корпус, если его не будет, это только там фильм про революцию, да, чтобы он вчера пахал, а сегодня пришел, стал, значит, банком руководителем, банкирным, ну, что подобное, сможет ли кадры, и тут уже готовит, и в этом плане как раз наша, то, отечественная наука, и управленческая, и многое другое, она значительно превосходит, значит, этот менеджмент, который из Запада нам идет, эти отбросы, вместо того, чтобы изучать отечественные опыты, мы, так сказать, изучаем западные, вот, они нам, так сказать, в то сырье, а потом, что же мы там проигрываем. Понятно, что, так сказать, некое движение, общественное движение, гражданское общество, ну, и вот, что касается народного оболчения, как бы там его не дискредитировать, 18 февраля состоялся заседание Московского городского Суда, и по заявлению Генерального прокуратуры, значит, совместно там, с Минюстом и ФСБ, значит, суд решил, значит, признал народное оболчение имени Минина и Бажарского, который, значит, начальником штаба Дурков-Квачков, признать террористической организацией. Когда она приходилась поступать, мне бы, что, совсем уже, голова, то сказать, о чем вы думаете, вы же просто страну подставляете, сейчас вот завтра, так сказать, наши противники возьмут ваше решение суда, будут размахиваться. Россия признала народное оболчение террористами. Все остальное пойдет. Но, тем не менее, вот даже подтверждение получил в той же статье, значит, Владимирова, он говорит, да, поскольку армия, задача борьбы с бандитами, обеспечения безопасности, вот, население справляется плохо, это не ее задача. А население, даже если вооружено сделать это не в состоянии, лучший и самый эффективный вариант сопротивления, то есть, ну, и обеспечение порядка, защиты, это хорошо организованное оболчение в каждом населенном пункте, вот, и прямая связь, так сказать, с регулярными войсками. И в этом плане здесь не часто выдумка, кто-то вот посидел, там, а тут надо сделать. То есть, это в русском языке записано. Если, так сказать, государство не защищает, власть, так сказать, разрушена, и, так сказать, нет возможности, армии нет, народ оболчается, формирует народное оболчение и осуществляет свою задачу. И то, что было продемонстрировано на юго-востоке, значит, Украины, вот оно реальность. Кто? Вот народное оболчение. Как бы вы там не оценивали, какой уровень их понимания, вооружается, поспечит, защищает свой дом, свою страну. И, казалось бы, вот за 20 с лишним лет, вот промывание мозгов уже, вот из этого генотипа, уже как бы вытравленное, это ничего подобного. А встаети, но возникнет, и тот же самый алгоритм возникает. Вот, ну вот, в целом, значит, на чем бы я хотел завершить? То есть, я считаю, значит, что вот как бы все составляющие для вот этого политического субъекта, в последнее время называемого политические субъект стратегического действия, это, значит, курсов, как бы, озвучил? Ну, хорошее слово. А все составляющие есть. И аналитические центры есть, и разработки есть, и, в принципе, минимальные средства массовой информации есть, и агрессионные структуры есть. Задача, как это собрать? И вот такой образ, да, представим себе, вот у нас в этом зале все запчасти для ракеты и миссии. А как ее собрать? Должен быть генеральный конструктор, у которого есть чертеж сборки. И он, так сказать, своей волей, своими полномочиями, а у тебя двигатель есть, стань сюда. У тебя это, стань сюда. И начинается сборка. Конечно, хотелось бы, чтобы эта сборка осуществлялась сверху, команда там, деньги выделены, и тут-то как бы найдутся желающие, как всегда, не те, которые надо. Но нам ничто не мешает, хотя бы в таком режиме моделирования, в режиме, так сказать, определенной проработки этих механизмов, приступать и начинать решать. Что-то, значит, в этом плане делается. Вот за последние годы, даже с точки зрения разработки цивилизационного проекта, мы просто взяли и поставили задачу. А давайте напишем техническое задание. Есть задача разработать проект, преобразовать. Давайте поставим, разработаем техническое задание. И оказывается, что это задача, и то тяжело решается. Вот написать, так сказать, свои мысли о русской идее, о чем угодно, это нормально, но, пожалуйста. А вот, так сказать, начать системно действовать, именно, с точки зрения проектирования, дисциплина, это гораздо сложнее, непривыкнуть. То, что само собой не решится, я просто тоже пример не веду. В свое время известна была русская доктрина написана, 800 страниц, прошло 5 лет, значит, вот автор этой грузской доктрины проводит некое такое мероприятие, и мы думали, что мы написали, и оно все закручится, или бы сверху, или бы снизу, а 5 лет прошло, они пригласили нас в администрацию, говорят, ну там, книжка толстая, читать не будем, расскажите, о чем мы там написали. Ну, рассказали, ну, нормально, хорошо, пусть будет. И все. А снизу никто не взял. То есть, основного, если нет вот этого организационного, некого начала, которое берет на себя и начинает, значит, решать организационные задачи, ничего само не служится. Значит, и в этом плане, значит, это некая такая болезнь газоочная есть у нас с Петром Адольфовичем, то есть, остается сложиться, и само оно как-то пойдет. На нашей задачи, вот, значит, ну, как бы расставить некие реперные точки на регуляционную систему, что нам мешает расписать некую регуляционную систему с точки зрения энергии сон. Может, нет ресурсов там все это сделать, посадить там людей найти, обеспечить, но, значит, именно с точки зрения, как бы, механизмов, можем тоже поразмышлять, посмотреть, значит, какие-то найти, может быть, уникальные решения, которые, значит, на первом взгляд, не, так сказать, не видны. Но, тем не менее, то есть, ставить эту задачу по весу дня, размышлять над ней, пытаться уже организационно сделать, потому что если не сегодня, а когда, а завтра, может быть, уже общаясь таки, где-то будет уже сидеть, думать, анализировать, а вот это надо будет делать раз, два, два, три. Поэтому моя задача, вот минимум, который я ставил перед собой, когда мы договаривались о том, что вынести, то есть поставить эту задачу по весу дня и начинать, начинать размышлять. Я еще раз говорю, что, к сожалению, значит, наши политики, аналитики, они очень много хорошо пишут об оценке обстановки, анализ, еще чего. А как только переходим в область в логинейство на практическую, куда же ты деваешься. Я уже, значит, как бы, потом и отчаялся и для себя сделал такой вывод. Но есть вот, как бы, комиссары, которые могут зажечь, там, идеи, все классно. А есть еще должны быть командиры, которые, скажем, участвуют здесь, следующая задача, фронт, где, что они должны как-то расписать. Вот этих командирам, к сожалению, раз-два я обчелся, если их не будет, то ничего не случится. Вот на этом, значит, позитивном таком рисунок, последний, значит, что мы повторим подвиг, по крайней мере, победители. В конце, если будет возможность, я еще там один ролик заготовил, чтобы, значит, как бы поднять наше настроение. Но главная задача, то есть надо этот вопрос ставить, повестку дня, надо его, так сказать, обдумывать, надо искать уже какие-то наработки. И, так сказать, я думаю, поверить на то, как мы будем ставить, и, так сказать, некий, может быть, и заказ появится, хотя бы на уровне, так сказать, определенных посылов. А потом, и, так сказать, все сложится. А этот вопрос какой, четко? Скажите, пожалуйста. Вопрос формирования политического субъекта, стратегического действия, который способен, значит, не только разработать, и, так сказать, предъявить общество цивилизационный проект развития России, но и реализовать его, несмотря на все превходящие обстоятельства. Понятно, что эти обстоятельства надо учитывать. Если надо, так сказать, идти кому-то на поклон, ну, наши князья тоже ходили на поклон, но конечный результат все равно, так сказать, должен быть задан. То есть это уже момент, куда-то этого не деться. Доклад закончен. Спасибо, давайте вам. Нам там есть еще один ролик, да? Давайте просто рассказать. Давай ролик. Давай ролик. Давай ролик. Сейчас. Друзья мои, прежде чем перейти к вопросам, я хотел бы ремарку небольшую, могу себе позорить, причем потому что мы говорили с Александром такому про 60 лет. Правильно, да? Больше. Даже больше, да. И все эти годы фактически, ну, считаемся сарайниками, и так вы, мы, есть на сроке. Вот тема, которую сегодня Валерий Александрович поставил перед нами, он обратился ко мне вот с поисбой ее разбудить еще, по-моему, в ноябре месяце, если мне не забывается. И мы вот с ноября все вот пытаемся ее поставить. Это первое, что я хочу сказать, что вот с коннектом слушателей школы не обижаются, что вот они с идеями наступают с какими-то, а Александр Голович такой неповоротливый и не дает им сразу возможности высказать, да? То есть не обязательно, конечно, 10 лет совместно с Александром, но все-таки должно прийти какое-то время, я прошу, значит, чтобы вы не обижались, потому что материал лучше, на самом деле, очень много и важный, и говорят, что срочно-срочно это не дает. Это первое, что я хочу сказать. Второе, я сразу хочу сказать, как ректор школы здравосмысла, я думал о том же, о чем думает Валерий Александрович долгое время, где-то до года 2010-го. И в тех мероприятиях, которые, вот, осуществлялся во время Державного Союза, принимал участие. И было, значит, на совместных собраниях, даже вот здесь звучала фамилия одного одного человека, Валерий Александрович присутствует, даже согласно, даже не встречались, и с тем, что вопрос, здесь вопрос, как же все-таки перевести всю эту работу в реальной области. Но после 2010-го года, и это не только мое мнение, я так понимаю, что это и мнение, скажем так, Совета школы здравосмысла. Я знаю, что такую же точку зрения в какой-то степени разделяете Михаил Юрьевич Лермонтов, эту же точку зрения разделяете Петр Дорфьевич, Гвозьков Андрей IX. Она заключается в том, что, чтобы было понятно, вот создание вот такого субъекта, на мой взгляд, опять-таки, я не навязываю свою точку зрения, оно первое, оно все-таки не отвечает на вопрос, конечно же, что же делать. Потому что создание субъекта, вот я просто, Валерий Александрович, чтобы без обиды было, я с огромным уважением отношения, что Александр Юрий Александрович настоящий воин, человек-пассиональный, который, скажем так, именно исходя из своего внутреннего пары, из своего, скажем так, опираясь на душу, на сердце, на совесть, в конечном итоге, он эту огромную работу тянет. И вот эта вот практическая работа и по изданию газет, и по созданию всех этих структур, и по ополчению, я знаю, что он каждый раз, на каждом этапе оставляет частицы своего сердца. Но даже сама мысли из доклада, она приводит к тому, что вот была вот одна попытка создания, вторая попытка создания, третья попытка создания, партии создавались, мы пытались туда партии создать, выдвигался народный президент. И это все вот не завершается тем самым действием, о котором говорил Валерий Александрович. И вот в идеале создание субъекта вот этого стратегического действия. И мы пришли к выводу, что на самом деле это может быть неверно обозначенная цель. Я сейчас объясню, поясню смысл, что я буду укладывать. Все-таки нельзя проводить параллель между тем, что происходит в нашей стране, и с тем, что произошло в нашей стране, и это раз. Во-вторых, вот как раз, когда мы встречались с Условом Бухе, Александрович, я там задал человек, который организовывал военно-державный вот этот вот самоополчение, задал тем, что вопрос, есть ли у нас минимум сегодняшний, есть ли у нас пожарство. И оказалось, что это достаточно простой вопрос, на него ответа не было. Если с Пожарским мы чуть-чуть как-то могли определиться, то с Мининым мы вообще не определились никак. А если мы вспомним все-таки ополчение, которое было в 1613 году, мы создавались в современных исторических условиях. Там все-таки фактором речи вот этого самого Минина, человека, который, ну, скажем так, находясь, наверное, все-таки промысл в области, организовал все это, все-таки Пожарский был военно-руководительным, астротеком там основным, все-таки вот Минин, да? Вот его на тот момент, ну, его как-то не появлялось. И мы не видим, что он появился в ближайшем будущем. Это приятно. Даже он не хватит сегодня, чтобы заложить. Да. Второе тоже правильно. Второе, что я хотел сказать, на что обратить внимание, то, что вот по подходу политических партий, и я, и двумя товарищей ну, совет школы здравоохранения, нашли поводу, что создание политических партий, оно не просто нецелесообразно, оно на самом деле не в русле развития вот этого самого русского проекта. Почему? Ну, там можно говорить, что партия – это все-таки часть общества, это не все общество. Почему мы пришли от формулировок идеологической, формулировок антических, да, это второе. А третье, самое главное, что в любом случае, какая бы партия у нас не создавалась, у нас же она получает с КПСС. И КПСС не получается. Снимая фразы, фразы черно-мнотенового. Что у кого партия не создавалось, создается КПСС. А для того, чтобы создавать КПСС, грубо говоря, либо нужно уходить на те принципы, на которых все там она создавала тысячи лет, ну, сам Тридцим, в этом, Борис Ланченко об этом сказал, либо это должен быть в какой-то значении, не знать, но посыл сверху. У нас такого посыла сверху нет. То есть в силах объективных и субъективных причин, которые складываются на сегодняшний момент, а мы не можем игнорировать, это не моя теория, это теория Владимира Чалейна, вы знаете, да, там, должны быть определен набор объединенных субъективных причин. Я не вижу факторов, которые способны создать подобную субъекту. И последнее, что я могла, что я хотел сказать, как только мы создаем какой-то субъект, вот такой вот, да, важный, мы сразу же подставляемся под определенный удар. То есть субъект превращается в объект воздействия. Как только мы превращаемся в объект воздействия, у нас нет ни сил, ни ресурсов, ни, скажем так, какого-то, там, я не знаю, как назвать правильно, там, финансового субъекта, потому что такой субъект все-таки создавается. Поэтому душой поддерживая то, о чем я говорю, Александрович, я все-таки понимаю, что, наверное, на сегодняшний день это, может быть, задача, которая поставлена первым с точки зрения, там, военной и оперативной, там, стратегической, но с точки зрения все-таки смыслов, наверное, высших смыслов и концептуальной власти, она поставлена не совсем правильно. Потому что она, в конечном итоге, может быть, от того главного, о чем начинался сегодня разговор Дмитрий Петрович, о чем говорил Дмитрий Петрович, он говорил, что здание, мякость, да, концептуальная власть. Я должен вам, а мне, да, вот, на пульсе везде, вы знаете, вот, у меня сложилось впечатление, что такой центр мягкой силы, он, на самом деле, сложный. Не буду себя обвалить, вот, есть такая школа здравосмысла, и на школе здравосмысла уже в течение долгих лет формулируются какие-то, скажем так, идеи, которые начинают обретать свою жизнь, вне зависимости от школы здравосмысла. При этом школа здравосмысла называется это субъектно. Она не претендует, скажем так, на орган, которого там статистического планирования и все прочее, но в конечном итоге те мысли, те идеи, которые здесь изучаются, они в конечном итоге чудескому образом обретаются. Сегодня мы осуществили рассылку материала. Это то, что произошло в субботу, значит, на заседании, и на заседании, в телевизионной передаче Славьёва, там выступал Карен Шахмазар, и вот Карен Шахмазар, оказывается, там открыл истину. В чем заключалась истина, которая была Карен Шахмазар? Я просто обратил внимание на видеоролик, благодаря тому, что социальные сети взорвались. Вот оно, наконец-таки, появилось в субботу. Вот он, наконец-таки, прозвучал. Вот какой Карен Шахмазаров молодец. Он озвучил то самое главное, чего должен стремиться. Ролик мы заслали, ролик видели все, что в этом ролике сказали? В ролике сказали, что, конечно, Казаров говорит, ну, может быть, в отличном от Слава, мы будем строить там, значит, общество, там, в нашей деле, когда есть справедливость, там, и еще о том, и правда. И я вот его послушал, что, господи, да, вот, нам об этом говорил уже в течение, ну, последних двух лет, да, точно. Почему двух? Нет, ну, я вот только, я говорил последние два года, но об этом только и говорим. Мы говорим о том, что правы, там, державы Белого Царя. Мы говорим о справедливости. Мы говорим, значит, о совести. Мы говорим о том, что нужно строить государство, не поликалов, скажем так, западных, там, каких-то, там, планировщиков и все прочее. И вот он, наконец-таки, я, на самом деле, это мы с генералом. Я, Раш, наконец-таки, это услышали многие благодаря этому, что это произнес, конечно, назад. И если мы в одном друге ответы, то же самое касается Тихоокеанса. То же самое касается вопросов, которые касались сотрудничества с Китаем. Ведь мы же про Китай говорили года три или четыре тому назад, сейчас вот 40 Китая вернулись, да я даже, Петр Дович приводит хороших предметов, что Вау заговорил на тему, Варкович заговорил на эту тему, да. Ну и слава Богу, что эти идеи, значит, там как-то воплощаются. Просто у меня сейчас двоякое отношение, спасибо за доплату, в самом деле, Варисович, мне на самом деле все понравилось, мне все устраивает. Единственное, что я, чего опасает, что вы умеете организовать, вы умеете направить к этому, не, вы умеете людей поднять и только подъемностью это преподнести, с важными усилиями мы начнем работать, а у меня хорошие еще, примерно, помимо своего собственного там, очень близкого товарища, который вложил очень много сил, там, и в создании партии, там, в продвижении, скажем так, определенных людей и все прочее, то есть он вложил на самом деле много-много сил, в конечном итоге эти силы оказались, ну, может быть, нельзя сказать, что они расстрачивали, там, зря это все, Бог, и все прочее, но они привели к определенным разочарованием. Поэтому, на мой взгляд, все-таки нам нужно, не столько, может быть, назовется, вот, орган-стратегического, там, действия, да, так, можно сказать, да, политический субъект стратегического действия, вот, да, политический субъект стратегического действия, но мне нравится. Сколько все-таки средотечество усилия на выработке концептуальных основ того самого царства правды, о котором говорили можно скорее шахмазаров, о котором постоянно говорили мы, и который, значит, в конечном итоге, а конечно шахмазаров у человека, который достаточно приближен к классу, наверное, в скором времени заговорить о нам. Может быть, и в этом какой-то выход. Итак, заценка со всеми согласен. Еще раз спасибо огромное. Никакой у меня мысли не было о том, что давайте школа здравого смысла, сейчас начнет заниматься организационной работой, ни в коем случае. То есть есть интеллектуальная площадка, которая может с позиции тех подходов, а спустит и эту проблему. Может быть, увидит какие-то, так сказать, те стороны, которые в прямой не видно. Поэтому, так сказать, никакой организационной работой, все это чисто интеллектуальная задача. И что касается попыток, по-моему, Черчилль, есть такое хорошее выражение, что, так сказать, от одной неудачи к другой все нарастающим активизмом. А не, у нас оптимин, у нас оптимин, да сколько у нас? Сейчас, Владимир, сейчас. Сейчас, секунду. Андрей Петрович, вы просили слово? Нет. Нет? Нет, я потом. У меня его, ну, я это нужно. Уже, в принципе, вопрос. Любой, давай, давай. Поговорим. Да, Сузь. Да. Я сначала скажу по поводу того, что говорил Александр Гарунович, субъекты на стратегическом действии создать невозможно. Его можно только нащупать, найти. А теперь... Вопрос к Валерию Александровичу. Если мне доводить дело до жареного духа, кто, на ваш взгляд, может являться субъектом стратегического действия? Кто вы имеете эту фамилию? Нет, нет, нет. Вот слой. Нет, нет, первый слой, вот эта картинка я показывал, это вот, так сказать, те аналитики стратегического уровня, которые занимаются оценкой обстановкой, разрабатывают, способны разрабатывать какие-то стратегии и так далее. Ну, первый слой. Уж если нет этого замысла, то что там дальше? Хотим или не хотим, второй слой, и это просто объективная данность. Я понимаю, что уже партийная, так сказать, как бы, строительство всем надоело, оно уже обрыво, но тем не менее, как инструмент политическая партия, он должен быть. Завтра выборы, то есть и так далее, и так далее. То есть, в первую очередь, это, конечно, относители вот этих смыслов, замыслов, то есть они, но если позиции, когда я просто как воздорабатываю, что-то так пишу, там, ну, они где-то услышат, переходят на позицию уже как-то же направленной работы в этом направлении. Дополнительно, субъект стратегического действия должен обладать ресурсом, а без ресурсов он не субъектом. Нет, ну, первый, главный его субъект, это вот та самая интеллектуальная группа, с помощью которой это спецславный ресурс, нет, если этого ресурса нет, никакие финансы не помогут, а если вот он есть, тогда уже можно говорить о других ресурсах, которые обеспечат, чтобы он ни о чем с другом не думал, а решал поставки за другую. Пожалуйста, если, сейчас я попробую. Назир, все, что мы здесь говорим, базис, ну, не гуманитарных позиций, ну, забыли о базисе. А что базис? А, базис? Да. Базис – это экономика. Значит, куда мы улетели? В очереди, говоря, эта стратегическая ошибка произошла, естественно, я бы сказал так, даже не с периода правления Горбачок, когда она затащила, она началась у всего мира человечества в 72-м году, когда отменили обязательно обеспечение золотого уровня. Мы сейчас расхлёбываем гигантский пузырь, нас выберем вот за эти годы, так сказать, просто в чем-то бумажечку. Нас тащили. Вопрос, вопрос. Это как-то, это все вопросы, а это знаем. Ну, вот я и хотел сказать, что у вас не хватает вторых слов, а здесь анализ экономики. Да есть все это, уже написано в городе, в Китае, сколько можно рассказывать? Я бы, что, по-моему, все это не и начало, что на самом деле очень, вот такие вот книги написаны, вот такие товары, на самом деле, в разных группах, интеллектуальных, можно писать все, что угодно. Ну, что, давайте еще, нужно закончить. Давайте вопрос. Я сейчас, подожди, он сейчас закончил, вопрос. А, видите, давай. Можно писать все, что угодно. Значит, если вас интересует программа, по которой на сегодняшний день мы куда-то движемся, я готов к вам плановое предоставить. Я его зарабатываю, я снатолием, я его правду. А то и простой причине нет, что в начале директор и мозг изготовлены, я работал с досточно серьезными американцами, в лице, вице-президентом Ассоциации Пусть-Пусть-Анциновых, с уровнем ППР, с десятками и санаторов, которые приезжали в Россию, удивляясь. Я, нет, у нас просто очень отличный, я сейчас вас переверну, я, ну, не плане уважения, я вас учу, потому что у нас здесь определенный алгоритм работы, да? Если у вас кто-то есть, вы, пожалуйста, пришли. Мужчина как будто. Ну, присылайся, сказал, если хотите, интересно. Ну, не, а как можно, понятно, нам интересно, пришли, пожалуйста, ответите. Если нам к вам подойдет, то и, конечно, задаст необходимые вопросы. У вас так все это длина, пожалуйста? Я с вами скажу. Я сюда пришел, к Саверии, понятно, и влашли, не описал. Там есть, по-моему, я хочу. Значит, в связи с будущим днем рождения Гуданова, который рассказывал нам об архетипах, я заметил, что в вашем выступлении прозвучала такая мысль, что это в природе русского человека ополчаться. И у меня вопрос. Это что, архетип такой? Это естественная реакция инструктивная? Это культурный код? И если ополчаться, то, друзья, к чему именно? Это вот первый вопрос. А второй вопрос. Вы не заметили, что в световой гамме и того, и другого ролика, а также в световой гамме передачи Соловьева, где Шахназаров рассказал об обществе справедливости и правды, сталкиваются два цвета, которые присутствуют в бандеровском фламе. Черный и красный. Вот я просто хотел сказать, вот здесь, так сказать, обращает на себя внимание или не обращает? Мы право бандеровский флаг оставим. Что касается ополчения, я имею в виду ополчаться в чрезвычайной ситуации. Не просто делать нечем, пойдем-ка ополчимся. В чрезвычайной ситуации, когда, так сказать, уже не ополчается и решает задачи. Я считаю, что это записанное в культуре и в языке, и в том вот алгоритменности, как мы действуем. Завтра что случись? Я просто один пример приведу, там мы приехали, на них слезы красивые, костюмчики одели, а тут баре загорелось. И все, без разговора, все пошли, вставили две шеренки, одни воду подали, другие пустыни легкой, все запушили. Вот этот алгоритм, который никого не учили, никого не ставили, он есть у нас внутри. То есть против беды? Слава Богу. Против беды? Против беды. А поскольку победа это преодоление беды, то есть за победу. Спасибо. Да, сейчас. Я хочу вот что сделать. Сказать вам, Валерий Александрович, что вы где есть и есть субъекты. Я просто вам расскажу, что в отдельно взятом государстве, недалеко от нас находится, создана работа, она называется «Государство 2050-го». То есть стратегия развития государства до 50-го года. Это примерно 7 сантиметров толщиной, 40 сантиметров длиной. Один экземпляр находится в Москве. Почему это интересно? Потому что сам президент этой совпредельной державы выделил свои личные заработанные средства на издание этой книги. Зараз был сдан в Москву. Москва решила, что своими путями можно запоги любые сшить. Но на самом деле число авторов больше 25. Из них больше половины не из России. Но это уже долг хозяев, которые писали. Работа была сделана очень дально, быстро, хорошо. На русском языке уже том издан. Сейчас переводится на английский. И эта страна называется Казахстан. И когда Назарбаев сам лично из своих грошек выкладывал на работу, то все авторы до одного сказали, гонорара не надо. Вот это путь решения. Потому что ресурсов у него достаточно. Советников, дочертовой матери, как вы знаете, и даже одна база НАТО уже находится на территории. Что тоже очень интересно. Это и есть внутренняя зацепка, маленькая ракуровка. То есть, с этими словами, я не могу найти путей, я просто как один из авторов этой книги, не могу найти путей к интересу сверху. Мне бы очень хотелось, чтобы начальство издавало не автор, не атмос географии России, найдется желающим. А вот стратегия России, пока там разложенная, главным образом с ответом на третий вопрос, что делать, когда, что и кому, и какова мера ответственности. Конечно, сегодня уже пора создать Совет Трудообороны. У него полномочий несколько имеют, чем на вашей схеме, потому что сегодня нужно решать проблему через два месяца, проблема пропитания российского народа возникает. Я планирую марш-кастрюль примерно на июнь. Прогнозируйте. У меня планы не расходятся с прогнозами. Наверное, потому и держат разные места. Это настолько дико совпадение планов и прогнозов, что просто иногда отрыв берет, как будто мы работаем по чьей-то указке, как будто кто-то случай вводит нами. Понимаете? На самом деле это нулевой уровень управления. На самом деле. Так вот, я хочу сказать, если добраться туда, чтобы СТО в мирное время начало создаваться. Понимаете, сейчас что идет? Ну, мы хорошо, московские подмосковные запасы вывозим сейчас на юго-восток Украины. Вот эти трайлеры идут. Это же неприкосновенный запас на случай войны. Ничего другого резерва у нас в стране нет, ребята. Значит, там под землей уже пустуют стеллажи. Ну, а вы заложили, откуда вы заложите? Извините, я ничего закладываю. Последний не высказал. Кроме зерна закладывать нечего. Не понимаете, понимаете, какая тут интересная иначе. Мы должны проникнуться в очень важный момент. Победить можно, но ополчение, которое Минин решил субсидировать, оно пошло на Москву из Нижнего Новгорода, не на Крыму. Чего они вдоль Акини пошли? А пошли почему-то на север, туда, на самый север, ну, где сейчас находится, скажем, Череповец, сюда. И по дороге эти ребята брали в полон семьи богатеев и брали откуп за каждого человека. И так пополнили казну при приходе в Москву. А вы и торгали? Нет, нет, это система Кавказского выкупа. Ну, то же самое. Да, то есть была продумана система, как из нищенства получить стратегический запас на борьбу. Я долго думал, какого черта он туда попер? А потом, оказывается, это же были непростые слова, заложен детей, пишут своих. Ну, это красивое слово, но закладывали-то они чужих в правед полон. Вот какая штука интересная. Сегодня пока еще есть у нас в запасе на два года золотовалютные ресурсы, а их только на два года как раз пропланировали. И сейчас с вами согласен Болчеву. Аналитиков у нас, значит, в стране. У нас каждый министр, возьми, тоже влюбленный, это же аналитики. Это не человек, который пришел ко мне в телевизор и рассказывает, как я буду завтра действовать. А он мне рассказывает, почему плохо. Потому что ему, оказывается, дешевых кредитов не дали. А я задаю вопрос. А почему у Ботанина прибыли за этот год больше на 15% чем в прошлом? Мы единственного миллиардира России. Вот о чем речь. А остальные потерпели крах не потому, что плохо работали, а потому, что не могут взять сейчас дешевых кредитов из-за биржа. Для них это единственная боль и печаль. Потому что, беря под 4% там и сдавая здесь, под 20% можно хорошо заработать. Чем, собственно говоря, все и занимаются. Так называемые тучные годы. Значит, вам нужен хороший финансист. Но главное, что вам нужно, глава СТО. Найдите его. Нам. Вам. 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 Извините, что вы. Спасибо. Али. Алина Николаевича. Сейчас. 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 Ну, очень коротко, друзья. У нас уже. Да. Ну, как-то коротко, совсем. Мы, когда все время говорим здесь, на Школе Здравого Смысла, что очень сильно сложно, что мы в 2013 году не влезли в эту большую войну на Ближнем Востоке, мы знаем, о чем мы говорим. Да мы говорим, что отчасти неплохо, что мы влезли в Украину, или там куда-нибудь влезли в Центральную Азию, и не влезли в эту войну на Ближнем Востоке. Мы опять понимаем, что мы влезли. Что же касается, вот здесь очень здорово, я лишний раз не говорю, вот посмотрите возрастной состав людей, которые здесь собираются. Это люди Советского Союза. Сейчас у всех, в нашей стране, находится вот это, мы составили, когнитивно-диссонанс, о котором мы так говорим. Что такое когнитивно-диссонанс? В сухом языке. Это когда у тебя несколько установок в голове, которые друг другу противоречат. И как лицо, принимающее решение, если кто действительно хотят принять решение, мог бы его принимать, стали как диссонанса, когда, то, о чем говорит Андрей Петрович, Россия демократического выбора, это антитеза Советскому Союзу. И одновременно принимая решение, ты принимаешь решение с Россией демократического выбора, и с бывшего Советского Союза, и куда нас тогда на это ополчение зовут? Как? Это теоретически даже невозможно принять это решение. Потому что, если Советский Союз предусматривал вот такие идеи, ценности, Россия демократического выбора, коррупция, социалистическая собственность, дети за рубежом, развитие собственного здравоохранения и собственного образования, все невозможно принять. Поэтому, когда нас сейчас зовут в ополчение, для нашей страны, страны, находящейся в этом состоянии когнитивного диссонанса, когда несколько поколений друг другу уже начинают противоречить, это означает конец. Неужели этому непонятно? И, по-моему, об этом мы и говорим. И когда мы говорим о мэтических принципах, и прочих, вот это не идеология уже, о том, что может примирить, и когда мы сейчас говорите, что мы сделаем это ополчение, мне очень понравилось это, спасибо большое, это действительно было интересно, то есть мы сделаем ополчение, мы все время опять говорим против, против, против чего-то. И вот сколько, вот я пытаюсь вам это сам услышать, никто никогда не говорит за что, что могло бы объединиться. Мы можем дать этические принципы, они отчасти могут объединить людей. И удержать их вот от этой войны. Большое спасибо. Для нас еще раз повторяю, для нас любая война, небольшие конфликты еще можно выкрыть, для нас любая война, это конец нашей страны. И мне это сильно не нравится. То, что у меня здесь и дети живут, я надеюсь, и мы их живут. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Никто не заметит и планово оболчение. Забудит к тому, чтобы осмыслить, что хотим или не хотим, этим придется заниматься, в том плане, что хотя бы осмысливать эту задачу. Потому что само ничего не случится. И война не к тому, что кто-то хочет войны, она придет. На юго-западе, в востоке тоже никто не хотел войны. Пришла и, так сказать, заниматься. Могу объявить? Друзья, мы уже исчезли. Сейчас я его исчезли. Не, уже, сейчас я его исчезли. Как Михаилович, да. Да, друзья, я как свидетель рассказа, Александр, я хочу подтвердить, да, в части его истории, хочу подтвердить, что действительно весь опыт был негативным. Сегодня нет этого стратегического субъекта, который Валерий Александрович строит уже много лет. Но его, этой удивительной сосредоточенности на этой задаче можно только позавидовать. Но я хочу сказать, что мы прошли очень серьезный путь, который дал очень непростые, так скажем, возможностям сделать непростые выводы. Это и партия, которую мы создавали с Валерой Александровичем. Потом еще одну партию, которую мы создавали уже без него, которую зарегистрировали и которую через полгода закрыли, потому что потому что партия оказалась не тем субъектом, о котором он только что нам рассказывал. Мы были, я был руководителем штаба, вам, для информации, когда мы выдвигали Ивашова президентом, и мы довели до того состояния, до которого смогли довести, когда не лепая совершенно ошибка юридических документов, ну, официально. Да, по официальному версии, что ли, его сняли с этой процедуры. Но до сих пор продолжает действовать вне законная, а действующая прямо по Конституции наша организация, которая называется Народное собрание России. И прямо по Конституции мы с вами все источники власти. народ единственный источник суверенной власти, осуществляет власть непосредственно, имеет право защищать свои интересы, проводя собрания. Это, в целом, понимаете, выдержки. И мы сегодня в любой момент можем этого стратегического субъекта создать. создать и произвести то, о чем нам хотелось бы помечтать. А вот тут я уже обращаюсь к Андрею Петровичу, к его этой мысли, что, не преодолев кризис будущего, никакой субъект не будет полезен для преображения в отечестве. А кризис будущего в отсутствие образа этого будущего. Хотя, вот в нашей политической программе партии были совершенно конкретные позиции, которые мне хотелось бы тоже вам озвучить, раз уж у нас зашла тема сегодня о политическом пространстве. Они очень простые. Это декоммерциализации выборов. Сегодня все выборы это коммерческие процессы. Каждый выборный человек это человек, который произвел свое выдвижение и последующий выбор на чьи-то деньги. И тем самым стал фактически наемник. Первое. Второе. Полная депортизация власти. Сегодня политическая партия это организация, которая преследует исключительно собственные интересы. Это группы, которые лоббируют только тех и того, кто входит в эти группы. Явно понимаем мы, что никогда никакая партия не может отвечать за интересы всего государства, всего народа. Третья составляющая это процентная экономика. Этот самый процент, самые бумаги, которые сегодня поразили вообще всю экономическую систему, бессмысленно рассуждали о каких-либо моделях, когда действует это уничтожающее, самоуничтожающее в общем-то хозяйственные механизмы система. И самое главное, когда мы слышим вот эти все предложения. Я все время вспоминаю этот анекдот, когда сын идет с папой, папа долго-долго рассказывает вот такую историю, а сын спрашивает, папа, а ты с кем сейчас разговариваешь? Вот, понимаете, предлагать той системе власти, в которой мы с вами находимся, создать стратегического субъекта или исправить экономику, но бессмысленно, понимаете, там другая система ценностей, другая система ценностей в виде интересов. И мы не зря назвали там наш московский клуб ценности нации, национальные интересы. С нашей точки зрения, с него единственный выход это нарезать свою модель, свой аттракт новых культурных универсалей, которая перевернет ту систему жизнеустройства, которая сегодня оказалась в плену вся планета. И создать этот универсалей, создать этот культурный код, мы собираемся здесь на нашем собрании и мы это делаем каждый раз, каждый раз произнося эти пять лучших, каждый раз говоря о том, что культура это есть программа жизнедеятельности человека, и что культура состоит из составляющих известных во все времена красоты, благонравия и совести и справедливости, как нам рассказывал об этом казалось бы откровение Шахназаров, хотя это очень-то известные теоретические и практически к лакогате еще в Древней Греции. Но та модель, которая должна быть сегодня предложена как привлекательная для общества, это модель образа будущего, в котором все противоречия, о которых я сейчас сказал, и те способы, которые нам Борис Сан Сюрин предлагал, никоим образом не могут быть совмещены в едином пространстве. Нужны новые современные гуманитарные технологии, реализующие этот самый общий запас народных сил. Спасибо. Так, Илья, очень коротко. Очень коротко. Мне очень понравилось, когда я получил сегодня ссылку на ролик Шахназарова, вот эта идея, но я давно ей занимался, но сейчас я постарался сформулировать идею, ну, подход к справедливости, потому что справедливость это понятие субъективное, которое вытекает с одной стороны из объективных причин существования общества, существования, выживания общества или вида или какой-то группы лиц. С другой стороны, оно происходит от культурного хода, от идей, от традиций, религии, философских идей, присутствующих в обществе, и поэтому это опять же это не постулат как права человека, которые были сформулированы в одной культуре, а потом продвигаются как универсальные, а структура, образ, который тоже может меняться. Здесь стоит вопрос о посылье тех образов, вот как вы сейчас точно сказали, которые будут уже менять понятия в обществе, в том числе и категорические императивы, в том числе и понятия справедливости. Я постараюсь сделать статью, и если понравится, может быть, минут на 10 подготовить доклад. в школе есть материалы, которые являются золотом сегодня для людей, все-таки материалом неополитии, и этого нет практически в других школах. Если вокруг этих материалов, вокруг вас, людей, которые этим занимаются, было бы больше коммунитариев, ученых, талантливых, и в том числе умеющих талантливо донести до аудитории, до нас, до людей из галеров, то это был бы очень важный вклад. Нигилизм будет расти. как бы, мы уже никому не верим, я окажу в администрацию каждый день, ну, просто там ужасно, ну, там некому, я рассказываю другим, ну, некому верить. Значит, может быть, вот увидел в интернете ролик, вот, ему верить, и поступаешь соответственно. Времени на дискуссию мне кажется очень мало. Нужны от вас очень мощные месседжи, нам, народ, для того, чтобы мы могли поступать индивидуально, группами разными соответственно. Мне кажется, что даже на попытке сплочения какой-то организационной физически уже времени в общем нет. И вот у кого род, у кого компания, у кого район сельский, у кого городской район, у кого, я не знаю, и так далее, нужно слово. И надежда, в общем, на небо сейчас в скором времени будет, может быть, единственная надежда. И вы один из очень немногих рукров, которые толкуют это небо для нас. Это очень важный момент, поэтому было бы хорошо, было бы как бы там, туда. дайте, данное слово, дайте, пойдем туда. Сейчас, да, нам, пожалуйста, расскажут в тишу. Давай. Значит, друзья, о чем речь идет? Речь идет о деньгах. речь идет о деньгах. Вы вспомнили этот, как он называется, памятник, минную, пожалуйста, на пьене снях, на сундуке, на сундуке, что деньгах. Вот он, тот субъект, который ищет, наш, понимаешь, замечательный докладчик. Он говорит, нет, нет, мы ищем стратегический субъект, но вот этот субъект, этот, 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 как он, сундук. Так вот, значит, почему, откуда взялся этот сундук? Почему мы находимся вот в этой вот системе координат сознания? Интересы. Еще раз. Интересы. Интересы этот сундук. Так вот, значит, откуда все взялось? И все взялось из индустриального общества. Индустриальное общество у нас появилось не так давно, всего там 350 лет назад. Индустриальное общество пришло к нам с чем? С идеями, с физикой, которую принес нам нету Ньютон, в которой в этой физике, понимаете, значит, время только длительность. И это длительность есть кредит. И поехали, поехали. Это экономика Ньютон. Дальше это кто? Социал-дарвинизм. Это кто? Дальше нервы, что ли? Нервы, такой же англичане. И с этой социал-дарвинизмом открываем все учебники, все дети это выучили. Дальше это кто? Это Адам СМИ. А это что? Это политэкономия, в которой находятся все наши замечательные ночные экономисты. И что вы хотите? А дальше у нас социологи выгодят и сказали, что это все называлось модерн, а модерн что? То есть не модерн, это были какие-то там крестьяне, клуб какой-то, саха, и модерн, индустриальное общество, машины правые, потом электричество, допустим. Что они эти солныши придумали? Они придумали три направления мысли. Одно называется национализм, второе называется социализм, третье называется капитализм. Вот что у нас от индустриального общества в Нагоре. И это индустриальное общество находится в Крисе, друзья мои. И поэтому надо собрать супер-яр. вот либералов ничего не получается, у них либералин буксует, у националистов патриотов ничего не получается. Почему? Националин буксует, социалин вообще думу там значит вместо скопотеза. Значит вот у них кризис. И поиски этих всех внутри этой системы взглядов, они никуда не выйдут. Поэтому значит почему никак не соберем значит субъект? А как можно собрать этот субъект, когда одни социалисты, другие национальные, третий забирали? лепят рак ищут. Значит почему? Так кризис. Ни одни не знают что делать, ни вторые, ни третьи. Никто не знает. Выход из кризиса никто не расписал. Значит это что значит нам говорит коллега Пургинян встретимся в СССР-2. Это рак. Назад пойдем. Бесборский клуб в Третий Рим в Пятую Империю. Куда это опять назад? Канаду. Все хорошо? Значит либералы значит трансгубанент туда-сюда новый ввело. Хоть вперед. Значит открываем значит это самое Писание и дает про Антихость. Но вперед же понимаешь? Значит дальше Халифак Халифак они открывают свои значит эти сами говорят нет мы с вами не пойдем в Новый Лав там нехорошо третье Рим это вообще ужас какой-то мы будем делать Халифак без вас потому что Халифак мы не возьмем буддистов всяких прочих симтоистов ну и христиан тоже не возьмем мы возьмем то провалим вот значит развал какой-то всего прочего и что делать а мы бестолков не политик и говорим вот есть такой закон перемен его значит ребята которые знают о чем дело вычеркнули там 16 веке это суд чтобы он нигде не прочитать нельзя было ни в одном энциклопедии ни в одном учебнике ни в одном слове нет викифедии называют так то что такое закон перемен а многие знают мою печаль закон корень рассказывает как можно выиграть не в активной позиции которая собирается собрать субъект с винтовкой на перерез красная армия активной позиции собрать субъект и полную профиль куда ты собрал субъект ну я не умею в этом значит короче он активную позицию хочет занимать патриот занимает активную позицию либерал занимает активную позицию и эти активные позиции что можно разводить что и делают активисты которые умеют разводить который третий всем сказали что третий лишний третий не дано но они третий развод другое дело что развод она опять зашла внуки почему потому что дальше развод ведет борьба против того что делать закон перемен рассказывает что можно выигрывать в пассивной позиции если ты занимаешь пассивной позиции а кто-то занимает реактивной позиции и в конце концов вся связка силы в обращаемом движении ты в обращаемом движении ты окажешься победителем что делает кто у нас это знает единственный из этих политологов прочих культурологов это знает мастер черного пояса он более в суде показался там вверху и он крутит это все время тра пах куарк тра пах куарк тут уже голову ломать шею ломать ногу там все захватили он раз куарк он единицу не может понять эти шахматисты не могут понять эти политологи не могут понять что он делает а у меня в голове что грехаримская борьба классическая грехаримская борьба шах к чему я это все вот если говорить о вы где он вы а вы их находится где подсказки истории до индустриального общества до них было до индустриального общества а в этом до индустриального общества как жили там можно было жить не на этом самым какого вероучения там можно было жить и не на рост на эти мы сказали друзья они замечательные активисты либерат они строят новую значит тут всякие наши патриоты ходят хору выносит в третье рима кто-то строит новый халифат а мы говорим слушайте но мы же скифы азиаты с раскосными штатами отчаяния давайте встанем на скифскую ленин и будем говорить про шатры силу там дух где-то распространить господь и офис а сам же будет шатрах силу вот давайте эту и делать мы старая дама не годится слишком много времени прошло а то что мы написали в наших книжках вот ответ есть как дальше мы должны побеждать не надо создавать никакого субъекта мы решили давным-давно субъект есть и это обстоятельства непреодолимой силы они жмут и жмут и жмут и жмут есть и другие субъекты это те кого жмут вот кого сжимают и субъекты а значит мы что делаем занимаем пассивную позицию навигационной системы у навигационной системы нет интереса нету поэтому тот субъект который есть и кого это все с непредалимой силой зажмут в конец они так мы полагаем что у неба тоже нет никаких интерес на земле интерес поэтому они вынуждены будут построиться под наши моряки вот на что мы рассчитывали это наш ответ и которые друзья н а она и разрых gauge приводить ч7 можно и Other может У нас новый режим работы, новый режим охраны этого здания. Здесь печальными событиями все обострилось. Было же быть за сутки 9 часов, уже приходят нас просто отсюда выйти. Сейчас мы заканчиваем, все выходим в ход, одеваемся, обсуждение там по ходу дороги и все прочее. И ведем себя тихо, не жмите, да, любые фрики могут быть здесь последствиями, поэтому ведем себя в бриз. Всем спасибо, до следующего лета. Дорогие друзья, вот завершилась очередная школа правового смысла. Нужно что-то делать. Нам все равно. Надо про справедливость. Андрей Петрович, Андрей Петрович, а почему же никто не говорит, что на старой сырьевой модели экономики нам двигаться некуда? Что? Ну, на существующей сырьевой экономике нам двигаться некуда. На существующей сырьевой экономике нам двигаться некуда. Как некуда? Есть куда? Куда? В прорыв, в новую энергетику. Как куда? В высокие соцгументарные. Да, это же не сырьевая экономика. Не сырьевая, ну что и сделаешь? А зачем она нам сырьевая? Никто же об этом не говорит, что надо идти в новую технологию. А как идти? Никто же не говорит. Вот как нефть качать, все знают. А как идти, понимаешь ли, в другие технологии? А кто знает? Никто не знает. Ну, вопросы, где? Назначили Чубаса, вон он нам придумал. Где это надо? Вот не нашли пока. Да, хорошо. Вот глобальная волна. А вы говорите, нету. Ну, есть свидетели, которых вы сегодня слышали. В Кремль ходят каждый день, в управы делами президент ходят каждый день. И некому там рассказывать. Регистрируемся на портале globalwave.tv, пишем письма в администрацию президента. Они дают дежурные ответы, отсылают в министерство образования. Но вода точит камень. Создаем небесный космофлот, глобальная волна, небо-политика. И Ярослав Старухин, полномочный представитель президента по прорывным технологиям, дорогие друзья. Нужно как-то консолидироваться. Консолидироваться. Да. Как надо это вести? На камеру, да? Я зашла. Ну, да рассказывай. Ну, рассказывай. Я обычно делаю. Я обычно делаю. То, что я делаю, лучше не рассказывать. Ну, нам это решим. Ну, ты же отрешься. Нет, нет, нет. Ну, быстро, говори, собираться надо. Ну, мы предпочитаем делать. Причем здесь не говорят, потому что брать, потому что технологии нести. Правильно. Так, мы собираемся. Ключи камеры, это просто. Я зашла на сайт и увидела там последнее мероприятие, которое пропустила. Ты сказала, что ты уже здесь это был, Ярослав. Может, ты сумочку спросишь, чтобы я сказала, что я хочу. Здравствуйте. Ученые говорят, что... Ни один из нас не произошел от этих ян. Конечно. Что такое душа? Ты не проверишь? Всеобщее информационное поле. Ну, поймите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!